А кто знает, что такое agile? Здорово! Так, ну смотрите. Ой, у меня пропала презентация. Вернулась. Специально назвал ее «трезвый взгляд», потому что я абсолютно не agile coach, я не скромастер, и никто из этих ругательных слов. Я совершенно не занимаюсь внедрением этих методологий, подхожу к ней, скорее, очень обывательски и по-простому. Вот все, что сейчас Михаил рассказывал, это почти agile, только там он одноразовый, а в agile все это постоянно, на регулярной основе. Если вам кажется, что вообще подобная методика применима, то есть вообще полезна бывает, то имеет смысл сейчас прислушаться и, возможно, применить к себе. Итак, с чего хочу начать. Есть замечательный человек, Джек Уэлч, генеральный директор, по-ихнему это называется SEO, General Electric. Большая крупная организация, мировая, которая занимается производством вообще, по-моему, всего. Ну вот наверняка лампочки на нас сейчас светят, General Electric, ну и много всего. И он сказал прекрасную вещь. Если скорость изменений вовне превышает скорость изменений внутри, это означает, что скоро вам придет конец. Ну, как организации. Да, вот это как раз история про изменения. И вот об этом мы с вами поговорим. Но давайте сначала немножко теории. Вообще, тут вообще будет, наверное, сплошная теория, но попробуем разобраться. Что есть agile? Agile — это не книжка, не набор инструкций, а это скорее философия. Это совершенно другой образ мышления. В команде, в организации, у людей. Это совершенно особая культура. И в большой класс agile входят в том числе некоторые методики управления. Управление проектами, управление коллективами. Мы об этом сейчас поговорим. Вообще, чтобы глубже понять agile, почему вообще его так назвали, надо это перевести. Если переводить английского, agile — это вот здесь написано, проворный, живой, подвижный, быстрый, верткий. Все называют по-русски их гибкими методологиями. На мой взгляд, это не очень верно. Потому что гибкость не означает проактивность. А на мой взгляд, это крайне важно. Agile — это про проактивность. То есть понятно, что проворный — это тот, кто может быстро и активно двигаться в изменяющейся среде. Вот это про agile. Однако agile все-таки немножко сформулирован. У него есть целый манифест, который состоит из основных истин, грубо говоря, основных ценностей, которые здесь изложены. Я их сейчас зачитаю. И целого ряда, скажем так, концепций. Про что нам говорит agile? Про то, что люди и взаимодействие между ними важнее процессов и инструментов, которые они используют. О том, что работающий продукт, ну или услуга, которую вы предоставляете, будем и так и так говорить, важнее исчерпывающей документации, каких-то прописанных описаний и так далее. О том, что сотрудничество с заказчиком, мы еще поговорим, кто такие заказчики, важнее согласований формальных условий контракта. И готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану. Ну, здесь правильную сделали коллеги оговорку, когда писали этот манифест, что абсолютно не отрицая того, что справа, все-таки больше ценить стоит то, что слева. Ну, давайте попробуем в этом разобраться. Вообще, agile и вот эти все методологии придумали программисты. Я думаю, вы знаете об этом. Придумали они почему? Ну, потому что в какой-то момент столкнулись с тем, что невозможно дальше так работать. Как вообще выстраивается классическая модель управления проектом, в том числе в разработке, в том числе в некоторых других видах и отраслях? Есть несколько этапов, которые идут друг за дружкой. Вот ее называют водопадная модель или каскадная модель, не знаю, прямая, неважно, как ее называть. Простая классическая модель. Мы сначала собираем требования к будущему продукту, оцениваем их, разбираемся, потом делаем проектирование, то есть рисуем схемкой, как и с чем взаимодействовать, возможно, рисуем интерфейс, потом начинается какая-то разработка, потом тестирование, и в итоге мы приходим через какой-то определенный промежуток времени к некому финишу и получаем какой-то готовый продукт. Ну, в общем, понятная, знакомая схема действия. Попробуем перевести на очень житейский, детский язык, как это может выглядеть и где есть минус. Вот мы взяли товарный состав, загрузили его мороженое, мы везем в город, в город Н, где живет крокодил Гена и Чебурашка. Везем, везем, везем. И тут в этот город мы еще не успели доехать, прилетел волшебник в голубом вертолете, у меня он почему-то зеленый получился, случайно вышел. Волшебник в зеленом вертолете и привез туда 500 эскимо. То есть, что получилось? Что к моменту, когда поезд туда доедет, там уже мороженое никому не нужно, они там уже все наелись и животы болят. О чем это говорит? О том, что все мороженое в поезде пропало, потому что изменить маршрут практически невозможно, потому что рельсы, с них не съехать, и перекладывать этот маршрут довольно сложно. И, скорее всего, там все пропадет. А целый состав. Долго старались, собирали мороженое, производили, целый состав туда напихали и повезли. И было, в общем, вполне логично, что там этот состав продастся. Есть другой подход. И программисты подумали, черт побери, ну как так? Невозможно же много-много делать, 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 а в итоге понять, что ты делал не то, или ты делал не для тех, или ты делал не так, а закопано уже много времени и много ресурсов. И они подумали, что вообще можно подходить к проектам итерационно. То есть можно определить для себя, что за тот же промежуток времени мы можем пройти несколько итераций. И каждый раз в конце каждой итерации выдавать какой-то продукт готовый, который можно отнести заказчику, который можно дать своим клиентам. И они посмотрят и скажут, ну да, примерно так, но здесь не хватает еще того-то, того-то, того-то. И таким образом мы получаемся в чуть другой ситуации. Опять же, переводим на детский язык. Мы взяли машину, загрузили в багажник мороженое и повезли. Едем, едем, едем. Мы понимаем, что в том городе уже денег мало. Есть следующий город, есть еще следующий город, там еще больше денег. И мы поступательными движениями в общем подбираемся к нужной цели. Более того, мы в процессе корректируем эту цель. Машина нам позволяет это сделать. Она не тяжелая, она не поезд. И даже если мы в процессе работы поймем, что наша цель вообще другая и в другом месте, и другого цвета, мы можем в том числе за несколько итераций полностью изменить свое направление. Вот это гибкость. Понимаете, да? Давайте переводить еще. Две модели. Водопадная и итерационная. Вроде кажется, что все логично и все понятно. Итерационная модель в некоторых случаях может быть действительно выгоднее и удобнее, и более гибкой. Потому что за тот же промежуток времени мы проходим все те же этапы, но несколько раз, постепенно приближаясь к результату. Что это нам дает? Это нам дает существенное уменьшение рисков. Вот если представить эти две модели в виде графиков с рисками, мне кажется, это очень наглядная картина. Мы видим, что в случае водопадной модели чем дальше мы во времени двигаемся к завершению проекта, тем, собственно говоря, больше у нас риски. Вообще попасть не туда. Ценность от того, что мы производим все это время, мы увидим и наши клиенты почувствуют, и мы получим от этого выгоду только в конце проекта, где максимальные риски. При итерационной модели картина противоположная. Мы с каждой новой итерацией, во-первых, получаем все больше ценности от того, что делаем, и все ближе приближаемся к реальной цели, снижая риски практически до нуля к концу того же временного периода. Кажется, все очень логично. Для программистов вообще шикарно. Для разработчиков идеально. Не все клиенты готовы так работать, потому что они говорят, слушайте, ну мне не нужно в начале вот здесь вот этот маленький 10% от проекта. Мне нужно сразу, чтобы все было. Делайте дольше. Некоторые клиенты к этому не готовы, но на самом деле они просто не очень прочувствовали, не очень поняли, что работая итерационно, можно добиться больших результатов и более качественных результатов за совершенно тот же промежуток времени. Те разработчики, которые умудряются убедить своего клиента, в общем, получают более эффективные проекты. А теперь отойдем от разработчиков и подумаем, когда может быть agile полезен обычному бизнесу, который не связан с кодингом, разработкой проектов и так далее. А я скажу, когда. Когда ваши сотрудники привыкли работать по шаблону. Когда у них есть шоры такие, и они работают от забора и до обеда. Когда они привыкли искать виноватых вместо того, чтобы решать проблему, вместо того, чтобы искать решение проблемы. Говорят, ой, это не я. Типа вообще я здесь ни при чем, это все они. Знакомая же ситуация, многие так делают. Привыкли не принимать решение, а идти за решением к вам, к руководителю, потому что ответственность на себя надо брать. Никто не хочет брать на себя ответственность добровольно. Не готовы признавать свои ошибки, то есть не готовы брать на себя ответственность за свои ошибки. То есть да, это не я ошибся. Ну и вообще взаимодействие внутри команды, вам кажется, могло бы быть лучше. То есть команда – это все-таки команда. Вот вы замечали два разных слова, которые мы называем командой. Мы можем называть отделом, а можем называть командой. Отдел – это те, кого отделили, а команда – это кто-то сообща. Разные слова. И вот если у вас отдел, то имеет смысл задуматься о том, чтобы превратить его в команду. Один из способов превратить его в команду – это agile. Давайте попробуем разобраться теперь в практических вещах. То есть теория понятна. Мы действительно можем попытаться трансформировать свою компанию из обычной регулярной компании, которая сейчас является, в компанию, работающую по agile. Как это сделать? Для этого есть уже конкретные и понятные методики, которыми можно применить к себе, к своей компании и попробовать трансформировать ее. Я поговорю о двух из них. Это будет Scrum и это будет Kanban. Наверняка вы слышали эти два слова, так же, как и agile. Они сейчас очень популярны. Многие лидеры крупных компаний задумываются о том, чтобы применять такие методики у себя. И это дает свои плоды. Поговорим детальнее. Что есть Scrum? Scrum – это методология управления проектом. Из чего она состоит? Из ролей, из некоторых мероприятий, которые происходят, и артефактов. Я буду говорить терминами, которые написаны в Scrum, гайде, но буду переводить их на русский язык. Мне кажется, что это гораздо понятнее и ближе становится к обычному бизнесу. Начнем с ролей. Первая главная роль, даже ярче всех тут горит, это заказчик. В Scrum его называют product owner, то есть владелец продукта. На мой взгляд, это заказчик, тот, кто вообще заказывает что-то. Новый продукт, новую услугу, изменение или улучшение текущей ситуации. То есть тот, кто имеет видение вообще результата и цели. Чаще всего это директор. То есть владелец или генеральный директор, тот, кто вообще понимает, куда компания движется. Еще одна роль – это команда. Команда, и это важный момент. Команда, видите, они даже обнялись. Команда на самом деле – это сплоченный коллектив, при этом самодостаточный коллектив. Коллектив, который может решить поставленную перед собой задачу. И если мы говорим, например, о разработчиках, извините мне, это ближе история, значит, команда должна состоять из тех, кто нужен для производства сайта, например. Проджект-менеджер, верстальщик, дизайнер, программист, тестировщик и так далее. То есть целый набор. Если мы говорим про, например, создание новой услуги, соответственно, мы должны подумать, кто должен быть в команде, которая сможет произвести новую услугу. Туда должен попасть продажник, туда должен попасть производственный какой-то человек, который занимается непосредственным оказанием услуги. Туда должны попасть финансисты, которые цену будут рассчитывать, бухгалтерия, возможно, и так далее. То есть целый набор людей. Команда должна быть самая достаточная для того, чтобы решить эту задачу. Там должны быть все необходимые ключевые специалисты. Есть у нас скрам-мастер. Это еще одна роль. Чаще к ней относятся, чаще ее выполняет руководитель проекта, но это может быть и внешний совершенно человек, фасилитатор его еще называют, который приходит в компанию, приходит в команду для того, чтобы ей помогать. У скрам-мастера одна простая цель – помочь команде двигаться по скрам-гайду. То есть работать по-новому, изменить себя, изменить людей, изменить свои подходы и работать в определенном образом. Ну и, конечно, нельзя обойти роль клиента, то есть те потребители продукта, которые вы в итоге произведете или будете производить, улучшать и так далее. То есть те, от кого вы будете получать обратную связь, вообще вы в ту сторону двигаетесь или нет? Вы делаете то, что нужно или нет? И у скрама есть, ну, их чуть больше, мы будем говорить о пяти ключевых мероприятиях, которые должны быть, исходя из этой методологии. Зачем все это нужно? Зачем вот эта вся теория? Для того, чтобы переделать себя. То есть нельзя просто переделать себя, потому что захотели. Нужно взять какой-то набор правил и попытаться его выполнить, чтобы изменились люди, изменился их подход к делу, изменился их образ мышления. И вот скрам как раз про это. Он очень регламентирован, дает с одной стороны гибкость, а с другой стороны инструменты для того, чтобы эту гибкость проявить. Вот мы говорим об инструментах, которые помогают проявить гибкость. Мероприятие скрам. Надо, во-первых, понять, что самая базовая единица скрама – это спринт. Спринт – это цикл производства, грубо говоря. То есть когда мы говорим, что вот мы сегодня начали, через две недели должны закончить. И через две недели получить какой-то продукт, который мы можем показать, начать продавать, начать оказывать услугу и так далее. Или совершить итерацию развития текущего продукта или услуги. И этот спринт должен быть первым, спланирован. С чего начинается планирование спринта? С того, что скрам-мастер вместе с заказчиком садятся и составляют большой список задач. Вот заказчик говорит, директор, я считаю, что нам на рынок нужно выпустить новую услугу. Мы юридическая компания, мы всю жизнь регистрировали ОООшки, а теперь должны начать регистрировать ЗАО. Я очень утрирую, разница небольшая между одной и другой. Или, например, перейти на обслуживание НКО теперь хотим делать. Обслуживать некоммерческие организации. Это новый вид услуг. Что для этого нужно сделать? Они садятся и расписывают, что нужно делать. Составить регламенты, навести связи, закупить что-то, сделать рекламу, обучить менеджеров и так далее. То есть целый ряд задач, которые необходимо выполнить. Большой-большой. В скраме эта штука называется бэклог. Самый основной лог задач. Они там приоритизируются, после чего этот бэклог отдается команде, которая на планирование спринта выбирает первые несколько задач, которые реально сможет реализовать за отведенный им промежуток времени. Вот у них есть скрам-спринт, который длится 4 недели, например. И они говорят, мы за 4 недели можем сделать вот эти 5 задач. И ни руководитель, ни скрам-мастер не имеет права им сказать что-то в противо. Это очень важно. Вот они сами должны определить, какие конкретно задачи они из первых сделают и за какое время. Это их решение, они будут нести за него ответственность. Это одна из первых частей, которая, собственно говоря, позволяет переизменить мышление. Они сами определяют, что будет сделано. Они входят в спринт, выбрали, какие задачи сделать, и входят в спринт. И следующее важное мероприятие, которое, уверен, многие вам знакомы, оно называется ежедневный скрам. Ну, по-русски в регулярном менеджменте это летучка. Но скрам пытается из нее сделать мероприятие и четко его регламентировать. Он говорит, что ежедневно 15 минут стоя команда собирается, не садятся, чтобы не расслабляться, не засиживаться, а стоя собирается на 15 минут, чтобы обсудить. Что именно и как обсудить, чуть дальше поговорим. Следующее мероприятие – это демонстрация. То есть они работают, 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 ежедневно собираясь, обсуждая, и в итоге приходят к результату. Этот результат они должны продемонстрировать. Это называется демонстрация. Они показывают свой результат, собственно, чего они добились. Демонстрируют, либо отдают сразу клиентам, начинают вызывать там MVP клиентов, им показывать свою услугу, предлагать ее использовать и так далее. А может быть, заказчику говорит, мы вот сделали, придумали, вот так мы будем улучшать наши процессы. Продемонстрировали. Нужно идти в следующий спринт, но перед тем, как идти в следующий спринт, еще два важных мероприятия. Первый – это обзор спринта, когда они просто отмечают галочками, что было сделано, думают, изменится ли как-то основной бэклог, то есть будем ли мы как-то глобально менять задачи, потому что в процессе работы над первым спринтом или в процессе работы вообще над спринтом и реализации тех или иных задач требования могут поменяться. Окружающая обстановка может измениться. И вот на обзоре спринта мы смотрим на это, разбираемся и думаем, что мы будем делать дальше. И очень важная, на мой взгляд, часть – ретроспектива спринта. Об этом тоже подробнее, но сначала про ежедневный скрам. Ежедневный скрам – 15-минутная встреча. Его еще называют ежедневный стендап или неважно. Проводится часто стоя, опять же, чтобы не засиживаться. И в течение этих 15 минут каждый участник команды отвечает на три вопроса простых. Что я сделал вчера для достижения цели спринта? То есть он рассказывает, что он добился, что сделал. Что я сделаю сегодня для достижения цели спринта? То есть конкретно, что он будет делать сегодня? Он рассказывает всей остальной команде, чтобы все были в курсе и понимали. И еще один вопрос. Нужна ли какая-то помощь от других членов команды? Очень простые три вопроса, которые простую летучку превращают в прекрасное мероприятие по скраму и делают его крайне эффективным. И ретроспектива. Это то, чего нет в регулярном менеджменте. Это выдумка такая джайлистов. О чем она? О том, чтобы команда собралась и честно ответила себе, а вообще какова была их работа за прошедший спринт. Вот они четыре недели работали. И они должны честно сказать, кто кем недоволен, кто доволен похвалить друг друга. Честно и откровенно разобрать этот спринт с точки зрения взаимодействия между членами команды. Это то, чего не происходит в регулярном менеджменте. В регулярном менеджменте у нас с вами есть планерки, у нас с вами есть летучки, у нас есть отчетные совещания различные, где мы спрашиваем со своих подчиненных, что они сделали и что не сделали. Это другая история. Это не руководитель спрашивает, а эта команда сама садится между собой при помощи скрам-мастера, его роль еще расскажу, между собой обсуждает, где они были недостаточно эффективны. Вот именно они при взаимодействии друг с другом, если они не успели что-то по спринту сделать, или наоборот заранее спланировали слишком мало, поэтому у них осталось время, сделали быстрее и так далее. Вот эти вещи они обсуждают и думают, кто кого как послал, или сказал не то, или недостаточно много поработал почему-то. Вот все работали, а он не работал. Ну и так далее. Не взял себе задачу. Вот это все обсуждается, и они должны ответить на самый главный вопрос ретроспективы, что можно сделать, чтобы следующий спринт был эффективнее и лучше. После ретроспективы они должны сказать, так, в следующем спринте мы делаем так, так и так. Вот ты теперь больше не халтуришь, ты молодец, вы все тоже делаете таким-то образом. Все очень просто. Следующая история. А, про скрам-мастера еще хотел сказать. Скрам-мастер — это не просто сотрудник, который прочитал Agile Guide и решил, что я теперь скрам-мастер. Я буду заставлять команду двигаться по Agile Guide. Там на самом деле, по скрам-гайду, там все написано на самом деле, как устраиваются эти все мероприятия, что с ними делать, как они работают, зачем они нужны, какие вопросы и так далее. На самом деле это больше. Это скорее тренер, коуч, фасилитатор, называйте его как угодно. Это тот, кто сможет вытянуть из команды ее максимальную эффективность. Кто сможет заставить людей теми или иными техниками вывести их на диалог, на откровенность, на доверие друг другу и так далее. Вот это важная часть. Часто в компании нет такого человека. И в этих случаях, если вы твердо решили, что хотите попробовать Agile, имеет смысл пригласить профессионала, который сможет выполнить роль скрам-мастера. Если он внешний человек, это будет даже более эффективно. В некоторых компаниях учат своего скрам-мастера, проходят курсы, учатся всяким методикам фасилитации и так далее. Это скрам. Следующая история — это канбан. Это гораздо более свободная методика. Более того, они не противоречат друг другу. То есть можно использовать и скрам, и канбан одновременно. Можно использовать только одну из этих методик. Что вам будет ближе, подумайте. Что такое канбан? Канбан — это про визуализацию. То есть если скрам у нас больше про доверие, про командную сплоченность, то здесь это не отменяется, но добавляется очень важная вещь — это визуализация и гораздо больше свободы. У канбана, по сути, всего три ключевых требования. Первое — это визуализация. То есть надо все наглядно показать. Весь процесс, что происходит в проекте, что происходит с работой. Второе — это ограничить количество одновременных задач, потому что чем меньше задач мы одновременно выполняем, тем обычно быстрее мы их делаем. Ну, тут нюансы. Здесь нужно ловить баланс, и канбан поможет найти этот баланс. И третья ценность — это измерение и постоянная оптимизация затраченного на задачи времени. Вообще канбан придумали, если я правильно помню, в Тойоте при производстве автомобилей. Что здесь нарисовано? Это доска канбан. Она может выглядеть совершенно по-разному. Важно понимать ее принцип и попытаться применить к себе. Имея вот эти, в голове три вот этих ценности, мы можем составить для себя правила работы в канбане, правила визуализации и правила действия. В двух словах, как это может выглядеть. У нас есть очередь входящих задач. Вот она здесь отмечена как очередь. У нас есть производственные возможности. Это нужно оценить, например, какую-то услугу или оказание услуги своему клиенту или производство того или иного элемента, который мы на производстве своем делаем. Какая-то колонка в работе, то есть то, что сейчас находится непосредственно в производстве, приемка, ну и завершенные задачи. Как только карточка попадает с новой задачей на доску, в ней, собственно, нужно вписать, когда она сюда попала. И каждое перемещение по этапам будет отмечаться, что мы переехали вот такого-то числа в такое-то время на следующий этап. Здесь вот указаны цифры 3, 6 и 2. Это количество максимальных карточек, которые могут быть в этой колонке. Это число, которое вы определяете сами, устанавливая для себя внутри компании правила, что, например, в работе может находиться не более шести одновременно задач. И если там нехватка, а на оценке, допустим, забита, значит, где-то есть сложность, надо с ней разбираться. И это все видно сразу, все затыки видны сразу. Видно сразу, кто работает быстрее, в какой части работы над проектом или над производством возникают затыки. Колонок, естественно, может быть больше, и приоритеты у задач также могут отличаться. Вес задач может отличаться. Вот здесь карточки представлены разноцветными, специально, потому что вы можете цветом карточки определять ее сложность, например, или ценность, стоимость задачи, критичность. То есть вы определяете для себя, что будет это все обозначать. При этом Kanban гораздо проще с точки зрения внедрения и использования. То есть не нужны скрам-мастера, можно для себя просто один раз определить некоторые правила, выстроить свою доску и пойти движение по ней. При этом вы сразу увидите, кто тормозит, кто быстрый. Увидите, где происходят затыки в вашем процессе. Kanban еще применяется для личного планирования. То есть можно, например, начать пробовать Kanban с себя. У нас в Bittrex24 в разделе задачи есть тоже Kanban и есть прекрасный инструмент, называется «Мой план». Там можно по-своему выстроить колонки и я на своем примере скажу. Я, например, использую колонки неразобранные задачи, то есть те, которые прилетели, но я их еще не посмотрел и не определил, что с ними делать дальше. Есть колонка задач, которые нужно сделать сегодня. Есть колонка задач, которые нужно сделать на этой неделе. Есть колонка задач, которые нужно сделать в этом месяце. Есть большие стратегические задачи, которые делаются в течение полугода или больше. И, соответственно, одного взгляда на мой план в виде канбан-доски мне достаточно для того, чтобы понять, есть ли у меня проблемы в задачах и чем конкретно сейчас стоит заниматься. Расставив для себя приоритеты, это делается в том числе ежедневно, я начинаю выполнять свои задачи и делаю их достаточно эффективно. Это то, с чего можно начать и попробовать канбан у себя. Можно начать с себя. Вот такие методологии, которые могут быть очень любопытны в своей результативности при внедрении в компанию. Потому что они что дают? Они дают абсолютную прозрачность. То есть и скрам, и канбан очень визуально открыт. То есть вы сразу будете видеть, кто как работает и кто на что способен. Кто из команды слабое звено, а кто сильное. Да, на самом деле внедрение agile технологий без крови не проходит. То есть те лентяи, которые не хотят работать, будут сразу видны и будут всячески противиться подобным методологиям. Потому что именно в этих подходах будет заметно, кто на что реально способен и кто что хочет делать, а что нет. Это доверие. Потому что открываясь, человек доверяет. Он начинает доверять остальным, потому что видит их открытость. Это то, чего в очень многих коллективах не хватает. Вот этого доверия. Когда ты открываешься и говоришь, я сегодня буду делать то. Или я сделал такие-то задачи. Сегодня я буду делать такие-то задачи. И у меня, ребята, есть проблемы. Я не могу справиться вот с этим. И каждый день люди говорят и рассказывают друг другу о том, что получается, что не получается. Хвалят друг друга и помогают. И вовлеченность. Это тоже очень важная вещь. Потому что именно в момент, когда сотрудники начинают сами придумывать, что делать, в каком направлении двигаться, чтобы получить результат, они становятся крайне вовлечены вообще в работу вашей компании. Они начинают за вас работать. Они начинают делать и придумывать, и генерить. Потому что вот они все собрались, и им нужно добиться цели. Вот им нужно добиться цели. Не вам сверху нужно добиться цели, а им нужно добиться цели. И это новое качество вообще в управлении. Куда можно применять agile? Вот я знаю о кейсах и несколько расскажу. Совершенно точно есть кейсы работы отдела продаж по agile. Кажется, при чем здесь? Они ничего не производят. Кроме клиентов разве что. На самом деле, да, их задача производить клиентов. И когда в отделе продаж внедряется agile, он становится похож на отдел маркетинга, отдел производства, отдел продаж в одном флаконе. Они начинают думать не только, где взять клиентов, как их обслуживать, но и что им давать. Они начинают выдумывать, в смысле не выдумывать, а находить косяки в продуктах, в услугах и предлагать их улучшение. И даже готовы брать на себя улучшение этих услуг. Изменение ценовых политик и так далее. Начинают думать обо всем, потому что это становится целью увеличения продаж. Отдел маркетинга. То же самое. Это те, кто могут как раз работают с проектами. У них мероприятия, у них рекламные кампании и так далее. Это то, что может реализовываться в гибкой методологии. Производство. И не поверите, есть совершенно уникальные и очень интересные кейсы, когда производственная кампания начинает внедрять agile. Представляете, что такое производственная кампания, работающая интернационным способом? Ведь настроить производственную линию под новый продукт – это огромные затраты. Но, опять же, это как поезд. Мы настраиваем производственную линию, настраиваем, настраиваем. Мы начинаем выпускать и штамповать десятками, тысячами, сотнями продукцию, которая, оказывается, не очень-то и нужна. Или с ключевыми какими-то недостатками. А agile здесь помогает. И есть компании, которые готовы работать таким образом. Выпускать MVP, так называемый. То есть продукт, минимально необходимый, выполняющий минимальную ключевую функцию. Отдавать ее сразу клиентам, производить ее опытно в размере одной-двух штук. Отдавать ее клиентам, получать от клиентов тут же обратную связь. Доделывать, доделывать, доделывать. И в итоге переходить к массовому производству уже действительно отработанного продукта. Отработанной штуковины, которую они придумали, изобрели вместе со своими клиентами. Ну и, конечно, разработки новых вещей. Если вы хотите улучшить текущую ситуацию, внедрить новый продукт, новую услугу в свою компанию, agile будет очень хорошо подходить для реализации подобных проектов. Что еще даст agile? Он трансформирует компанию. И он сделает так, что люди будут хотеть приходить на работу, независимо от своей позиции в компании. Делать то, что им действительно нравится. Быть действительно вовлеченными во все это. Быть счастливыми, потому что они получают удовольствие от того, что делают. И еще один момент. От agile нельзя сразу потребовать результатов. И это один из аргументов, почему может не сработать внедрение agile. Первое – это когда руководство не смогло довериться своим сотрудникам и сказать им, ребята, вот вы теперь решаете, как мы двигаемся дальше. Вот у нас такая цель, а что мы будем для этого делать, решаете вы. Приходите и предлагаете пути. Мы их реализуем, пробуем, проверяем и так далее. Я только помогаю сверху. Не направляю, помогаю. Ответственность. Когда сотрудники действительно не готовы взять на себя ответственность за решение задач. Или какую-либо другую, особенно публичную на себя взять ответственность. Очень многие сотрудники к этому не готовы. Но тут остается задать вопросом, нужны ли такие сотрудники вообще. И ожидание быстрого результата. То есть agile не внедряется за месяц и даже за два. Имеет смысл рассчитывать на полгода и больше. Потому что это не, еще раз, это не внедрение процесса, это не методичка, это трансформация компании, трансформация понимания, образа мышления и подходов ко всему, что происходит. Более того, нельзя в компании внедрить agile только в одном отделе или в одной команде. Потому что она захлебнется. Agile будет распространяться по всей компании. Потому что нужны будут и бюджеты, и реклама, и так далее, и так далее. И управление, и менеджмент, и продажи. И все будут завязаны на вот эти процессы. Поэтому в одном отдельно взятой команде agile сложно будет внедрить. И еще важный момент. Чтобы попробовать у себя agile, придется либо полностью отменить текущие правила и KPI, потому что они уже не будут работать на agile. Они будут стопорить команду. Или, если к этому не готовы, пробовать с новобранцами. То есть теми, на кого никогда еще не действовали какие-то правила и KPI. Вот вы взяли новых людей, посадили их, дали им скроммастера и поехали по-новому работать с новыми людьми. Есть два подхода. Выбирать вам. И еще одна цитата в завершении от того же Джека Уэлча. Даже если один работник работает лучше всех, он никогда не заменит команду единомышленников. Потому что слаженная работа и слаженная команда всегда будут работать лучше, чем талантливая одиночка. И agile — это про команду. Если хотите действительную команду, попробуйте agile. На этом у меня все. Спасибо. Если есть вопросы, я готов ответить. Спасибо. Вопросы есть. Александр, компания «Проспект». Я бы хотел вопрос, как раз последняя мысль ваша. Вы сказали, с одной стороны, что agile должен внедряться во всей компании. Он не может в одном отеле работать. С другой стороны, вы сказали, если не готовы остальные команды сотрудников с новичками. Да, я понял. Речь о старте, конечно. Это речь о старте. Начинать нужно либо с новичков, либо с, естественно, команды, которая будет. Но в целом я просто предупреждаю, что agile изменит всю команду, всю компанию. Это в последующем. Да, в последующем, конечно. Давайте. Два вопроса на самом деле. Скажите, пожалуйста, можно ли применять agile в производстве под заказ? То есть, когда заказы выполняются, производство заказов выполняется в установленные клиентам сроки, согласованные. И второе, есть ли где посмотреть кейсы? Может быть, вы можете порекомендовать, где в отделах продаж настроен agile? Где-то более детальную информацию это изучить? Спасибо. Да. Я прямо посмотреть кейсы, конечно, не скажу. Скажу, что меня можно спросить, взять у меня контакт. Или вот на слайде только что был. Да. Если ребята вернут мою презентацию, я могу визитку дать. Не проблема. Я просто дам ссылки на людей, которые внедряют, в том числе, в отделе продаж. Я еще раз говорю, я не agile coach. Я тот, кто просто со стороны предпринимателей и вообще руководителей смотрит на эту историю трезво. То есть не то, что во всем agile, а про то, что он действительно может дать. Вот с моей точки зрения. Я покажу. Можно ли внедрять в производстве на заказ? Ну вот разработчики внедряют. С производством железок действительно есть нюансы. То есть, но опять же, если тот, кто заказывает у вас деталь или прибор, полностью уверен в его характеристиках, тогда действительно agile здесь просто не нужен, потому что там есть четкий заказ, четкий результат, его ожидания. Там он просто не нужен. Там даже водопадной модели нет. Там просто заказали, произвели, получили. Но в производстве agile может быть в других местах. В развитии, грубо говоря, самого производства. В подходах, в процессах производства. То есть вы можете не показывать это наружу, а работать над тем, чтобы те, кто занимается непосредственно производством, работали лучше и быстрее, качественнее. Вот они могут работать по agile и думать, а как нам заказы выполнять быстрее? У них возникнет такой вопрос. Сейчас этот вопрос у вас возникает. А если вы захотите, чтобы этот вопрос возник у них, надо вот такой подход применить. Там вот еще вопросик. Есть вопрос. Где? Здесь. Здесь есть вопрос. Максим Максименко, группа компании «Пятая среда». Как раз мы занимаемся внедрением Bitrix. В том числе Kanban очень многим нравится. И такой вопрос. Не хватает функции, когда компания очень сильно распределена. Возможность взять исполнителем задачу самому. Вы говорили, что во время Scrum-сессии есть такая функция, что люди сами берут. Когда компания удаленная, когда задача… Да, я понял. Разбор задач. Разбор задач делается. Планируется ли что-то такое во внедрении. А если методика… Может быть у вас есть готовые методики внедрения Kanban Scrum вообще в Bitrix. Мы их уже применяем. Да, я понял. К сожалению, о планах я не слышал подобных изменений. Не смогу сейчас сказать, планируется или не планируется. Вообще решается довольно обычным способом. То есть по итогам планирования спринта, собственно, производители, те, кто берут у исполнителя услугу, просто в смысле задачу в работу, просто определяют вместе с постановщиком, кто что разбирает. И в дальнейшем это разбирается технически, вручную. По планам уточню. Задайте отдельно вопрос в почту. Я попробую уточнить, планируются ли какие-то изменения по Kanban. Здесь еще два вопроса. Ребята, с микрофонами можно? Что у нас по времени? У меня вопрос по поводу, насколько сложно привлечь скрам-мастера со стороны, если решил… Это несложно, просто денег стоит. Насколько дорого, да. Насколько дорого, не скажу вам. Опять же, не являюсь скрам-мастером, не изучал рынок. Тем более, они очень разные. На вкус и цвет, но agile коучи, да, они разные. И опять же, область применения agile тоже влияет на то, кого выбрать. То есть они просто разные, естественно, по-разному стоят. Я могу несколько накидать мастеров, которые мне понравились в процессе изучения этого материала. Кто как говорит, что предлагает, над какими отраслями работают. Еще раз, ВКонтакте меня возьмите, ну или в Фейсбуке меня найдите, это не проблема. Задайте вопрос, я вам посоветую несколько людей, которые, на мой взгляд, могут вам подойти. Все, Сергей, большое спасибо.